Затем он переходит, в книге Имам Газаля переходит к суфиям, вот четвертый вид, это суфии, это не псевдо-суфии, а настоящие суфии, которые освоили шариатские науки, затем они встали на путь духовного чтения, и вот он разбирает их ошибки, но в нашем обществе эти группы не представлены, у нас только есть псевдо-суфии, у нас есть только псевдо-суфии, которые не освоили шариатские науки, ахиду, фих, и они сто процентов являются обольшенными, потому что они не используют мангач, не используют методологию, научную методологию, когда они призывают, рассказывают какие-то сказки, истории, что и может порой быть в противоречии с ахидой, вероубеждением мусульман. Ахида у нас берется только с Корана и с мутаватир хадисов, это хадисы, которые являются высшей степенью достоверности. Мы не можем брать свое вероубеждение, свою веру из каких-то историй, снов, из каких-то рассказов или ощущений. Вот я ощутил, я вот почувствовал, это все является, что? Не является основой для вероубеждения. Вот в наше время очень много также представлено в интернете, особенно проповедников, которые используют всякие истории, сказки, небылицы какие-то рассказывают. У нас в исламе есть четко Коран, хадисы есть, у нас есть иджма, кияс у нас, оттуда берется хукам. Мы не берем хукам, то есть заключение какое-то по какому-то вопросу из проповеди. Проповедь это эмоциональное, с повышенным голосом, призыв людей к каким-то действиям, благим действиям. Там используются слабые хадисы, могут использоваться истории какие-то, там повторяются какие-то слова, чтобы это воздействовало. И высокий тембр голоса, высокий, ну как бы громко очень говорят, да? Почему? Потому что восприятие человека открылось, чтобы он слышал это. Мы не берем оттуда хукам, не берем. А у нас в обществе люди хукам берут из этих проповедей. Поэтому надо различать, не надо заблуждаться в этом. Надо четко различать методологию, есть очень четкая, научная, гибкая система шариата. Вот это все имам Казали объясняет, что в наше время представлены такие типы людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!